Сульфаты железа вызывают токсическое и тератогенное действие. Об этом я прочитал в статье Громовой. Ну, я, честно говоря, такого гематолога не знаю, как и гинеколога. Я полез искать статьи Громовой и вдруг внезапно обнаружил, что у нее очень много статей по дефициту железа. Я с этой дамой хорошо знаком. В принципе, даже мы дружили. Она из Питера. Она специалист по всем вопросам, по которым надо написать коммерческую статью. Она позиционируется как клинический фармаколог. В принципе, она достаточно грамотный человек. Но в отношении принципов я в этом бы засомневался. Поэтому такие вещи, как токсическое и тератогенное действие, Ну, хотелось бы все-таки очень четких доказательств этому. Таких доказательств не существует. Но просто я вас предупреждаю на всякий случай, что статьи Громовой не надо использовать в качестве работ по обоснованию тех или иных подходов к лечению. Да, в общем, наверное, разных заболеваний. Продолжение следует...